Всем привет, с вами Деймос и это 53 серия прохождения Советских Республик. Напланировал я тут немножечко. Так, ну это вы все видели на стриме. Вот этот маленький городочек, который будет снабжать эту строительную базу. Сел я, в общем, налил кофейку. Думаю, ну надо же сделать новый город. Я не знаю, ребят, что со мной не так. Хотел принципиально создать что-то новое. Вот так это выглядит. Разбил я, значит, вот такие районы, получается, на маленькие райончики город. Сделал раз, два, три. Я не знаю, как у меня так получилось, но, в общем, у меня опять получился квадрат, ребята. Значит, ну так расскажу вкратце, что тут напланировал. В общем, ну вот так вот у меня будут стоять домики. Во дворах здесь ничего не будет. Ну, будут, наверное, деревца, дорожки. Вот насчет вот этой дороги я не знаю, есть ли вообще смысл их сюда заводить эти дороги. Может их снести и реально тут попробовать что-то поставить красивое, там, не знаю, там, поле, там, все это деревцами, тропиночками, все делать. Ну, или оставить дорогу. Тут не знаю, как лучше сделать. И здесь оставил, получается, такое место на случай, если мне вдруг что-то понадобится, например, тот же садик впихнуть или поле дополнительное, если вдруг гражданам будет не хватать спорта. Ну, и тут же я, получается, отзеркалил то, что я тут сотворил с одной стороны и перенес все на другую. Да, не знаю, ребят, как мне это получается. В общем, все это квадратное. Ладно, так, что здесь? Центр города. Здесь будет стоять технический университет. То есть, ну, здесь будут свои образованные граждане появляться. То есть, ну, получается такая, не знаю, как... Снова достаточный такой получился город-райончик. Вот, ну, пусть будет это маленький городок. Назову я его Томск. Вот он. Ну, естественно, это нереальный город. Вот. Но это просто родилось у меня в голове вот такое. Значит, технический университет. Два супермаркета. Потому что, ну, район все-таки большой. Здесь я посчитал примерно 15 домов с каждой стороны. Поэтому нужно два магазина. Здесь впихнул с каждой стороны по два садика. Вот. Четыре садика, мне кажется, будет мало. Поэтому я, наверное, садики все-таки здесь, во дворах, поставлю. Ну, или куда-то их вынесу. Сюда пристрою. Не знаю, блин, как-то получилось. Рядом возле каменоломни. Ну, я начинал строить с этого куска. Поэтому, ну, так получилось, ребята. Здесь поставил, значит, две больнички. Четыре этих крытых бассейна. Вот. Чтобы у них был спорт. Здесь поставил один бар. Потому что, ну, баром сильно никто не пользуется. Поэтому он всегда пустой. И сюда поставил один кинотеатр. Не знаю, хватит. Этого не хватит. Воткнул сюда пару школ. Так, ну, и что тут? Ну, и, собственно, все, что еще нужно для граждан. Естественно, ну, сюда нужно пожарку будет поставить. Здесь это я уже сделаю в виде у нас нового. Ну, вынесу ее куда-нибудь, воткну. Может быть, прямо сюда воткну. Ну, и тут так вот дорожка соединяется, и все-таки получится все это в квадрате. Такое, ну, ладно. Все вроде спроектировал. Такой, думаю, просто вот ради прикола померю. Сколько у меня от одного конца города до другого. Блин, у меня 400 метров. Ай, тезда, ребят, что со мной не так? В общем. Ну, получилось как получилось. Я не знаю, мне просто уже не хочется это сносить. Ну, вот я не знаю, мне вроде как бы нравится, что опять же создал такой высокоэффективный город. Правда, не знаю, как он будет работать и смогут ли граждане полностью удовлетворяться в этом городе. Но отстрою и посмотрю. Ну, ребят, Харьков, конечно, будет не такой. Я насчет Харькова, думаю, может взять с карты реальный какой-то район Харькова попробовать отстроить. Но я не знаю, получится, не получится, или опять получится какая-то вот такая квадратная система. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Так, ну, и еще у меня тут произошел маленький инцидент. Так, сейчас я вам покажу. Статистика населения. У меня стало 53 с половиной тысячи населения. И такой... Так, стоп. Так, стоп. Ой, извините, ребята, отвлекся немножко. Получилось 53 с половиной тысячи населения. Случилось это из... Ну, у меня же было 60, как так? Посмотрел я. Вот у меня статистика. Просадка идет по населению. Что случилось? Туристический городок. Я тут, ну, случайно как-то пробегал мимо. Такой смотрю, как-то много людей на остановке. Мету, 250 человек. Ну, что вы тут забыли? Снял галочку с рабочих. А у меня же на теплоцентраль ездят маленькие вот эти микроавтобусы. Кто они там? Болеславы. И просто оно перестало топить. Естественно, город умер. Вот. Открываю туризм. В туризме у меня просто ноль. Ноль звезд, да. Помимирало у меня тут туристов. Н-ное количество. Ну, я не знаю, видимо, статистика как-то обновилась. Ну, в общем, дело было зимой. Вот. Потому что зиму я промотал, чтобы, ну, нормально попланировать. И вот, в общем, были смерти туристов. Ну, думаю, не знаю, повлияет это как-то на дальнейший мой туризм или нет. Ну, присвоили мне мои граждане 3.2. Приехали уже тут. Немножко побалдели. Вот. Ну, я думаю, неплохо. Такой среднячок. Тем более, я вообще не понимаю, как здесь работает туризм. Но, думаю, ладно. Хорошо. Значит, здесь я вопрос решил. Заселил сюда людей. Все. Здесь все топится. Все. Город развивается. Все с ним хорошо. Ну, не во все дома я заселил. Опять взял. Ну, 3-4 дома заселил. Думаю, на первое время хватит. И не знаю, что тут. Ну, сами разберутся. Сниму с паузы. Но, по-моему, все-таки удаление автомобилей помогло выиграть пару FPS. Не знаю, картинка сильно дергается у вас или нет. Ну, у меня, по крайней мере, кровь с глаз не идет. Как было до. Иначе здесь идет отстройка. Сюда уже начал. Назначил привозить уголетчик. Ну, где-то этот уголетчик далеко едет. Тут, значит, начали заходить в райончик уже. Потихоньку отстраивается. Ну, естественно, ребята, ресурсы приходится таскать из другого города. Поэтому, ну, медленно все это происходит. Я не знаю, может, тут уже сейчас начнут склады отстраивать. Вот. Часть ресурсов все равно будет рядышком, близко. Ну, надеюсь, это хоть как-то ускорит строительство. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Вот. Не, ну, я просто, я не понимаю, как у меня в голове родилось такое. Ну, сижу, думаю, надо какой-то более приближенный район, что ли, поставить. И получилось опять квадратно все. Ну, думаю, наверное, нужно подцеплять уже, отдавать потихоньку. Пусть все это чудо отстраивается. Здесь я уже через дорожку с фонарями все делал, старался. Так. Можно мне сеточку? Спасибо. Так. Что у меня тут? Дороги почему-то у меня тут не сходятся. Промахнулся, что ли? Да нет, не промахнулся. Нужно просто перестроить и все. Так. Или оставить пока все как есть, потом доделать. Не, наверное, сделаю все нормально. Так. Не в эту сторону, а в эту. Пусть смотрят фонари. Ну, что-то в этом духе. Здесь немножко снесу. Стараюсь сделать попрямее все это дело. Получается что-то вроде такого. Тут тоже вроде что-то такого. Не знаю, ребят, не по линейке все это делаю. Как получается, так получается. Так. Ну, здесь это все нужно соединить. Естественно, все это будет соединяться криво. Как всегда. Ну, наверное, отдам дорогу. Пусть начинают. Вот это я не знаю насчет этой дороги. Будет, наверное, какое-то время. Нужно сделать красивый будет выезд из города. Пока не знаю, как это придумать. Ну, пусть потихоньку начинают. Отстраивают. Все это дело. Так. Ну, тут насчет домов не знаю. Дома, наверное, отдавать не буду. Пусть сначала все поставят оставшиеся. Ну, естественно, когда я планировал. Вот в первую очередь, когда ты планируешь. Нужно подумать сразу, как будет заходить сюда электричество. И как будет заходить отопление. Ну, я, естественно, ничего не придумал. Что очень зря. Ну, наверное, котельная будет стоять где-то здесь. И отопление будет разводиться с разных сторон. Вот, посмотрел. Отопление затягивается далеко. Один распредпункт может прямо снабдить теплом. Ну, вот большую половину города. Ну, то есть, если вот я здесь где-то поставлю с этой стороны. И вот с этой стороны этого, думаю, хватит. И вот так вот трубы пущу вокруг. И соединю в теплоцентраль. Да. Надеюсь, будет нормально. Ну, и насчет электричества. Я тут посмотрел. Все равно где-то у меня тут остались такие места. Трансформаторы. По-моему, трансформатор здесь должен залезть. Да, вот, видите. Почти, почти. Ну, вот. Трансформаторный пункт залез. Ну, и с этой стороны сделать можно то же самое. И вот здесь. И вот здесь. Ну, то есть, 4 пункта я смогу развести в городе. И я думаю, этого на первое время хватит. Насчет одного кинотеатра, бара, я не знаю, хватит им или нет. Но если что, можно будет город куда-то увезти, удлинить, например. Ну, планы пока такие. Ну, вот здесь тоже, возможно, вот эти дороги все лишние. Можно эти все дороги будет посносить, поубирать. Здесь сделать обычные дорожки для пешеходов. Да, думаю, будет. Будет нормально. Так, что еще мне нужно сделать? Нужно разобраться с камнем. Вот. Сделать доставку камня на гравийного завода. Ну, наверное, вот здесь сделаю пару каменоломен. Вот так дорогу выведу. То есть, самосвалы будут с камнем выезжать, проезжать сюда. Вот так заезжать и выгружаться в гравийный завод. Либо можно протянуть мост. Вот здесь. Здесь разорвать соединение, пока его не начали строить. Вот здесь провести дорогу прямо до камня. Мне даже кажется, это будет эффективнее. Вот, не знаю. Эльданую эту эффективность. И так будет нормально все. Пару каменоломень поставить. Да, пусть кругами катаются. Ничего страшного. Тем более, сообщение между городами будет минимальное. Только привезти какие-то дополнительные ресурсы. В основном здесь... Ну да, сообщения здесь не будет. То есть, вот этот временный городок я потом снесу. Когда здесь отстроится уже большой город. И снабжение будет идти с этой таможни. Но потому что даже элементарный хлеб таскать не весь откуда грузовиками, это будет полная жесть. Ну вот, пока планы такие. Так, ну, главное сюда могут довести рабочих. Это самое главное. Мне хотя бы... Ну, я не знаю. Магазин отстроить. Магазин. Так, котельная здесь будет топиться. Вот уже и уголючек сюда пару грузовиков привезли. Хорошо. Ну, так посмотрел. Вроде все здания до котельной дотягиваются. Здесь я не знаю, как будет с экологией. Наверное, не очень. Но это все временно. Чтобы они могли отстроить большой город. И уже переселиться в него. Ну, получается так. Так, ну, по населению. Вроде опять по чуть-чуть начинает подниматься вверх. Это не может не радовать. Так, камень. Здравствуй. Ну, первым, что делаем здесь нужно, это... Прокинуть дорогу. Потенциальным каменоломнем. Так. Нет. Пожалуйста, строить ничего здесь не нужно. Пока. Хотя, есть смысл отстроить. В первую очередь. Подумаю. Значит, здесь нужно воткнуть пару каменоломней. Здесь место богатое. Вот. Вообще, даже не знаю, вообще, нужно ли две каменоломни. Ну, могу себе позволить. Почему нет? Поэтому воткну. И вообще, я знаю, что здесь не нужен асфальт. Ну, пусть будет. Тем более, я хочу сюда поставить камафы. Камафы. Они, ребята, быстрые, эффективные. Поэтому, да, пусть будет асфальт. Так. Ну, что еще сюда нужно? Заправку. Пусть, чтобы экскаваторы не таскались. Вот это вот все расстояние. Ну, и вообще, пусть будет дополнительная заправка. На случай, если вдруг кончится здесь топливо. Они могли приехать сюда заправиться. Ну, хотя бы так. Заправочка. Втыкаю. Вот так вроде ровно. Да. Также сюда нужно обязательно электричество. Втыкаем сюда трансформатор. Ну, пусть будет рядом с заправкой. Надеюсь, не бахнет при коротком замыкании. Вот. Так. Ну, лишний кусочек дороги я удалю. Он ни к чему. Ну, если что, можно будет подключить третью. Каминалон. Опять у меня все как-то квадратно получается. Ребята, я не знаю, что это за болезнь у меня. Квадратизм какой-нибудь. Если кто-нибудь знает, напишите, что это за болезнь такая. Ну, ладно. Идем дальше. Так. Все. И это отдал. Значит. Возите это. Буду прямыми маршрутами. Значит, мне сюда автобаза не нужна. Ну, и, собственно, все. Ну, ладно. Отдам. Ну. Как отдам? Допустим, и нет. Все-таки вот это в первую очередь сделают. Значит, кто это у нас? Стройбаза 2. Окей. Отдаем. Провод. Провод нужно прокинуть. Да, ребят. Серию уже поздно снимаю. Пока вот сидел, планировал. Если серия выйдет не вовремя, как обычно. Ну, вот. Значит. Выйдет, но чуть-чуть попозже. Ага. Так, ребят. А как можно протянуть электричество через реку? Серьезно? Мне придется тянуть лэп? Это полная жесть. А можно как-то протянуть это с помощью дороги? Вот, ребят. Кто знает, вообще это работает? Нет. То есть, если я поставлю троллейбусную линию, запитаю ее с одной стороны и попробую подключиться с другой стороны. Ну, и не с высокобольтными проводами, а вот проводами среднего напряжения. Как это будет вообще работать? Нет. Если кто знает, подскажите. Так, тяговая подстанция. Ну, вот, чисто теоретически. Посмотрим. Так. Надеюсь, это не где-то горит. Вау, прикиньте, ребят, три экскаватора. Не дай бог, сгорят. Это просто минус 300 тысяч. Сколько один экскаватор-то стоит? Ну да, 100 тысяч. Нет. Пожарники все-таки успели, потушили. Молодцы. Так, сеточку я пока уберу. Забыл, зачем шел. Посмотреть, сколько принимает подстанция. Здесь написано, что она может принимать 14 мегаватт. Так что, ребят, кто в курсе, можно проделать такой фокус под конем? А я, может, даже сейчас это и проверю. Так, откуда эта линия идет? Эта линия идет отсюда. Понял. Значит, одна линия мне вот эта не нужна. Так. Потерял. Потерял тяговую, ребята. Где она? Эту подстанцию. Вот она. Разорву вот эту линию и попробую открыть трансформатор. И посмотреть, пойдет вообще напряжение, нет? Вот такой вот странный немножко эксперимент. Прям очень интересно. Так, ставим трансформатор. Надо, чтобы у него были какие-то потребители. Ну, пускай вот сюда пока воткну. Тем более, там рядом все есть. Строительная база. Она, если что, поможет все это отстроить довольно быстро. Так, ладно. Строительная база-то я... Лэп-то я сюда привел. А трансформатор-то я развел. Да. Трансформатор я сюда один поставил. Но его, в принципе, пока хватает. Поэтому... Почему нет? Ну что? Кто-то увидел мое творение. Вау, сколько увидел сразу контор. Прикиньте, ребята, если будет работать, я буду вообще прям в шоке. Ну, тогда это поможет решить мою проблему. Прокинуть электричество через мост. Так, ладно. Что еще? Здесь началась уже посадка урожая. Это хорошо, ребят. Урожай у меня весь употребляется. Вообще весь. Это прекрасно. Так, ну вот здесь еще чуть-чуть осталось. И вот здесь чуть-чуть осталось. Но все равно нужен будет еще один, значит, совхоз. Если они все это прекрасно употребляют. Значит, им мало. Нужно еще на 1 четвертую, чтобы хотя бы до осени могли все это употребить. Спешите купить. Ага, спасибо, у меня уже свои есть. Лучше бы я не покупал эту лицензию. Вот, ребят, если кто будет заниматься самолетостроением, не рекомендую покупать эту лицензию. Берите каких-нибудь он Яков. И живите припеваючи. Так, тут что? Почему вторая-то не видит автоматически? Или просто не успела назначиться? Странно. Так, ну здесь строительная база все видит. Это хорошо. Ну, говорю, вот единственный минус, что ему приходится таскать это все издалека и рабочих, и ресурсы. Да, ничего, скоро здесь будут свои ресурсы, и все заиграет новыми красками. Так, ну а здесь-то почему только две стройконторы-то увидели? У меня здесь и должна ТРА увидеться. Да, давайте. Тройте, ижевские тоже подключайте. Все сюда подключайтесь. Быстренько отстраивайте мне все это дело. И так бедные эти две конторы будут тут отстраивать. Хотя бы какая-то помощь. Но я не знаю, ребят, с чем это связано. В общем, через мост перешел все, и конторы перестали это видеть. Хотя здесь нету четырех километров. Если одна контора у меня увидела из-за ТРА, значит здесь около трех тысяч километров. Но почему-то через мост вручную назначить не получается. Только если в саму контору заходишь и вручную назначаешь. Ну, бах. Какой-то бред. Просто какой-то бред. Ну, значит, что тут еще? Что у меня с туризмом? Ну, все равно приехали ко мне граждане стран НАТО, влепили мне 2,2. А вот советским-то что-то не понравилось. Ребят, а что мне нравится-то? Так, здесь здание работает, не работает из-за непогоды. Здесь идет обслуживание, все прекрасно. Мясо, еда, все есть, алкоголь есть. Просто живите припевающе. Что им нужно? А, стоп. А может, из-за того, что они в церковь попасть не могут, это тоже влияет? Ммм. Ребят, кстати, подскажите, на туристы влияют? На то, что они не могут посетить церковь, на их настроение? Если да, то это, ну, полнейший бред какой-то. Надо быстро церковь добавлять к какой-то разработчикам. В основную, в актуальную версию игры. Я как бы понимаю, что есть модовская, но игра должна быть полноценной, чтобы в ней было все. Так, ну, тут все вроде нормально, угля хватает. Так, здесь все варится, химии опять стало. Много, или я ее много закупаю? Посмотрю сейчас быстренько. За прошлый месяц растраты. Нет, химия все-таки купил три тонны, где-то умудрился. Ммм. А здесь что? Ну, здесь у меня еда закупается. Ну, потому что, да, своей еды не хватает в республике. Можно будет все-таки допланировать еще один совхоз. Без этого никуда. Тут они долго будут входить в город. Ну, хотя они как только разойдутся в разные стороны уже пойдет все быстрее. Так, дома я здесь не зацеплял больше вроде нигде. Так, здесь, а здесь я хотел, но не успел. Вот здесь только я подцепил дома, ну, чтобы примерно посмотреть, как здесь по месту будет. Их отменил. Ну, все прекрасно. Пусть сначала все вот это отстроит, садики, больнички, все-все, все, что могут. Ну, я думаю, вот эта пожарная, она сможет обеспечить пожаробезопасность, потому что тут она и до таможни дотягивается. Думаю, сможет хотя бы часть. Ну, или я быстро в срочном порядке здесь ставлю пожарную часть. мою буду привозить людей из-за тара. Почему нет? Так, а сюда-то я людей-то кинул. Да, здесь кто-то работает. По-моему, я сюда кинул вот этих дабы кашечек маленьких. Так, вот здесь как раз остался один рабочий, вот он ушел и приехала новая партия. Прекрасно. Все работает как часы. Все, здесь электричество есть. Гравий брать могут. Прекрасно. Ну, значит, они так-то быстро должны все это отстраивать. Рабочие рядом. Ну, как рядом. Здесь. Ну, все равно им не таскаться как туда. вдаль и дальние. Так, ну, все равно видно, строительство идет довольно неплохо. Здесь уже и остановочку поставили. Уже и дорожку начали проводить. Прекрасно. Все прекрасно. Здесь строительные конторы видят. Здесь почему-то одна. Не-не-не. Давайте, ребята, быстрее отстраивайте еще две строительные конторы. Я сюда пригоню еще техники. будет дополнительная помощь какая-то в стройке. Да, техстанцию техслуж пожалуйста обязательно поставьте. Здесь снег чистить надо, потому что зимой здесь вообще полный ад. Ближайшая техстанция, тех техническая станция дотягивается вот до сюда. Все. Мост она уже не убирает, здесь ничего не убирает, поэтому все медленно. И возможно даже рабочие просто не смогут доехать. Так, ну здесь уже начали дорожку прокладывать. Прекрасно. Ладно, пойду посмотри, что там. Не, я просто буду в шоке, если можно через дороги прокидывать электричество. Вот серьезно, я даже не интересовался, есть такая механика и вообще работает ли она. Но если получится, это будет вообще просто прикольно. Так, проехал мимо. Ага, здесь доцепка произошла. Здесь остался только трансформатор. Осталось две тонны кирпичей и рабочие. Ребят, может кто проверял, напишите в комментариях вообще работает, не работает. Ну вот смотрите, все, рабочие есть. Барабанная дробь. Давай, 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 давай. Нет, это так не работает. Хотя очень жаль. все-таки придется лэр прокидывать. Так не хочется. Я понимаю, что я здесь сделал разрыв. да. Что же сделать-то? лучше ступить. Хотя можно протянуть провод через весь совхоз? А почему нет? Да, малоэффективно. но почему бы нет? Мне же все равно протягивать в сам совхоз электричества. так. Вот тут-то я не знаю, как лучше сделать. По идее, сначала-то нужно было бы запланировать, что здесь будет стоять. в общем, ребят, пока вот так перекинул на эту сторону. Или может изначально просто увести на эту сторону и все и не париться. Эх, ну жаль-ка, жалко, конечно, что эксперимент не сработал. Было бы клево, если бы все это работало. так, протягиваю сюда провод и цепляю. Так, что что-то пошло не так. А, меня ждут есть провод. Тогда мы его просто снесем. Чтобы было неповадно. так, вроде вот так ровно. Кусочек удаляем. Ты серьезно хочешь только через два столба? А, это как ужасно, конечно. Ну, почему вы не сделаете длиннее? Или это мне нужно тут специально искусственно вот так вот вот так делать? Вот так получается. Можно столб прям вытянуть с помощью дороги. то есть, вот, ставишь один столб, прокидываешь дорогу, вот так. И тянешь его. Ну, вообще, сколько здесь расстояние? Метров двести? Вообще без столбов. Ну, в общем, если сильно захотеть, то можно. Это такой прихед. план отдаю это в строительство. Все, вопрос с электричеством я тут решил. Лэп прокидывать не нужно. Хоть что-то хорошее. Так, ну, тут до гравийного завода еще далеко. Этот гравийный завод еще и нужно отстроить. Почему здесь только видит одна стройконтора? Возьми ты еще заказ второй конторы. Странно. Ладно, нет, если что, сами отстроят как надо. Ладно, ребятки, вот такая получилась серия. Не знаю, может быть скучная. По сути-то ничего и не произошло. только показал то, что я тут напридумывал. Вот. Опять получился какой-то квадратный город. Ну, как город тут? Ну, сколько? Два района сюда поместилось. На 30 домов. Ну, плюс-минус в каждом доме. Ну, порядком так-то город будет на 3000 рабочих. может, даже и больше. Может, 1000 на 5. Ребят, все это реально делалось без калькулятора, поэтому точно не знаю. Ну, постепенно я его доделаю, прокину все дорожки. Я здесь решил использовать асфальт с фонарями, то есть в них уже встроены тротуары. Вот, но все равно нужно куда-то прокинуть дорожку. Вот тут, например, нужно будет прокинуть дорожку до остановки, чтобы не ходить вот такими кругами, а чтобы раз напрямую и воткнуться. Да. Ну, вот, ребят, такая серия. В общем, если серия понравилась, поставь лайк. Серия, если не понравилась, поставь дизлайк. Подпишись, чтобы не пропускать новые серии. Насчет стрима, ребят, не знаю. Может быть, через недельку. Потому что сейчас началась учеба, но вот времени много надо. Все-таки сессия. Вот, товарищи. Ну все, всех люблю. Пока-пока.